Проклятие валится на него со всех сторон, а травля не утихает до сих пор. На этот раз волна негатива обрушилась на народного артиста Российской Федерации из-за того, что он отправил детей учиться за границу. Теперь наследники короля российской эстрады и любимца миллионов обитают в далекой и сытой Европе, оставив родину отца и деда, бедного бедроса, скучающего в одиночестве. Кстати, недавно его похоронило авторитетное издание, заявив на своих страницах, о кончине народного артиста России, бедроса Киркоряна. Да и суд с любовью Успенской на 10 миллионов рублей порядком затянулся, ведь Филипп Киркоров получил встречный иск. Мы расскажем, почему Алла Виктория все время грустная, как сложилась судьба армянина, родившегося в Болгарии Филиппа Киркорова, и почему его не лишили звания народного артиста после голой вечеринки. Король российской эстрады родился в болгарском городке Варна. Его отец, армянин бедрос Киркорян, популярный певец, а мама работала концертмейстером. Так что с самых ранних лет Филипп привык к сцене и славе. Очень часто герой нашего сюжета выходил петь на концертах вместе с отцом и втайне мечтал стать великим певцом. В первый класс Киркоров уже пошел в Москве, куда переехала семья певца. Параллельно Филипп учился в музыкальной школе, осваивал игру на фортепиано и гитаре. После школы юноша пробовал поступить в ГИТИС, но провалился. Экзаменационная комиссия посчитала голос молодого Киркорова недостаточно зрелым и сформированным. Тогда юноша подал документы в Гнесинку, и тут его ждала удача. Талантливого юношу заметила Маргарита Лада и помогла парню раскрыть его талант. Филипп окончил училище с отличием и сразу же после учебы начал работать в ленинградском мюзик-холле. Вместе с труппой Киркорову удалось побывать на гастролях в Германии, но по возвращении молодой певец понял, что это не его дорога. Киркоров начал строить сольную карьеру. В это время он познакомился со знаковыми личностями в своей судьбе, которые помогли ему продвинуться на вершину музыкального олимпа Ильей Резником, Аллой Пугачевой и Леонидом Дербеневым. В постсоветские годы началась бурная музыкальная карьера певца, принесшая ему популярность не только в России, но и за рубежом. Сегодня Киркоров известен не только как певец, но и как талантливый продюсер, актер, организатор мероприятий разного уровня и, конечно же, как король российской эстрады. Но каким путем он смог достичь такой невероятной славы? Ему было уже почти 30, когда Киркоров стал участником популярного международного конкурса Евровидения, на котором он, однако, занял лишь 17 место. Но это не помешало молодому и амбициозному певцу и дальше строить звездную карьеру в шоу-бизнесе. За свою творческую деятельность Филипп был удостоен звания Народный артист России, Молдавии и Украины, которого лишился, кстати, в прошлом году. К сожалению, Киркоров известен в мире не только как талантливая личность, но и как ярый скандалист. Однажды в Лос-Анджелесе, как сообщает пресса, певец чуть не попал в тюрьму за то, что оттолкнул 70-летнего охранника, а тот скончался через 5 лет. Все эти годы длилось следствие, однако Киркорова оправдали. Еще был скандал с розовой кофточкой журналистки, которую певец во время интервью обругал нецензурной бранью. А совсем недавно имя скандального артиста прозвучало в связи с голой вечеринкой Ивлеевой, за участие в которой общественники призвали Министерство культуры лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Но надо признать, что Киркоров публично принес извинения за участие в этом недоразумении. Любимец миллионов россиян признался, что вошел не в ту дверь. Однако Минкульт не стал лишать его почетного звания, отписавшись, что это может сделать только суд, а статья должна быть действительно тяжелой. Однако лицо свое Филипп Бедросович после этой вакханалии все же потерял. Любовь Успенская назвала его женоненавистником, за что получила иск на 10 миллионов рублей. Певица в полном шоке, ведь для нее это баснословная сумма. Конфликт набирает обороты, и теперь уже Успенская подала встречный иск, обвинив короля российской эстрады в том, что он назвал ее попрошайкой. Любовь Залмановна, не стесняясь, высказалась по поводу этого инцидента. «Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам, только скажи». Более того, Успенская не остановилась на достигнутом, и ее сарказм достиг апогея, когда она предположила, что Киркоров, возможно, проживает на Марсе, если такие суммы ему кажутся оправданными. И вот в разгар этой правовой дуэли судьба сводит их лицом к лицу на финале «Новой фабрики звезд» на ТНТ. Киркоров в кресле судьи, а Успенская выступает перед ним. Как два опытных актера, они не подали виду, что между ними происходит что-то большее, чем обычная профессиональная встреча. Но обмануть зрителей не удалось, искры напряжения были ощутимы даже сквозь телеэкраны. Да и личная жизнь певца не менее насыщенная, чем профессиональная. Высокий жгучий красавец с выразительными карими глазами всегда являлся предметом обожания и преклонения среди представительниц прекрасного пола. Единственной официальной женой Киркорова стала знаменитая Алла Пугачева. Познакомился певец с ней на заре своей карьеры, но ухаживать за своей избранницей Филиппу пришлось пять лет, пока неприступная Примадонна наконец не сдалась и согласилась выйти замуж за молодого амбициозного артиста. Разница между супругами составила 18 лет, однако ни Филиппа, ни Аллу это нисколько не смущало. Но союз с двух звезд стал объектом пристального внимания желтой прессы. Пару обвиняли в неискренности, в пиаре, фиктивных отношениях. Наизнанку выворачивались все подробности свадьбы, интимной жизни, проблемы с рождением наследников и прочее. Однако истинной причиной разрыва отношений после 11 лет совместной жизни стало новое увлечение Аллы Борисовны. Молодой и не менее амбициозный юморист и пародист Максим Галкин, признанный иноагентом. После развода с Аллой Филипп так больше никогда и не женился, но он не раз признавался, что достойнее Пугачевой себе жены не найдет, поэтому и назвал свою дочь двойным именем в честь Примадонны и в честь своей матери. А пресса до сих пор пестрит романами и похождениями короля эстрады. Одно время Киркорова подозревали в отношениях с Тиной Канделаки, в чем певец позже сам и признался. Причем ведущая подтвердила слова Киркорова, утверждая, что их бурный роман чуть не закончился браком. Позже внимание общественности привлекла дружба Киркорова и Кати Гусевой, но девушка так и осталась только спутницей короля поп-музыки на светских мероприятиях и гастролях. А вот с Анастасией Стоцкой у Филиппа вполне могла получиться надежная и крепкая семья. Киркоров как-то раз упомянул, что между ним и Настей существует некая кармическая связь. Стоцкая уже гораздо позже признавалась, что была безумно влюблена в короля эстрады. Но, увы, судьба не соединила их вместе. А пресса до сих пор смакует фотографии детей Стоцкой, ведь ее наследники один в один просто копии Киркорова. А недавно Филипп заявил прессе, что снова счастлив, потому что влюбился по-настоящему. Имя девушки певец скрывает, но тщательно готовится к совместной жизни, делая одну пластическую операцию за другой. Киркоров преобразился, но поклонники артиста неоднозначно относятся к его новой внешности. Одни просто в восторге из-за того, что любимый певец помолодел, вторые считают, что молодиться в его возрасте неуместно, ведь совсем скоро ему исполнится 60. Филипп не только омолодил лицо, но и сделал себе мышечный рельеф на разных частях тела, после чего его мышцы запускали при помощи тока. Сам же Киркоров утверждал, что все операции – лишь подготовка к грандиозному шоу в честь его дня рождения. Пока король эстрада усиленно работает над своей внешностью, его дочь Алла Виктория отчаянно грустит. Девочка недавно отметила день рождения, но на снимках Алла Виктория нигде не улыбается. Психологи говорят, что возможно у девочки такое мироощущение, и именно таким образом Алла Виктория выражает свою индивидуальность. Она видит жизнь совсем иначе, нежели ее вечно довольный и веселый брат и отец. Киркоров же не видит поводов для беспокойства, потому что у дочери сложный переходный возраст. Кроме того, Алла Виктория испытывает колоссальное давление со стороны сверстников из-за тайны своего рождения, ведь ее родила суррогатная мать, да и вечная шумиха, связанная с фамилией Киркоровых, которую так любит знаменитый папа и сам дает лишний повод для слухов и разговоров о нем в прессе. А на днях стало известно, что Киркоров отправил своих детей учиться в Европу. Это подтвердил его отец. Бедрос Киркоров, перешедший рубежи в 90 лет, не скрывает своей тоски. «Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», сетует пожилой народный артист России, подтверждая, что видеться с внуками теперь удается редко. «Мартин добрый, как Филиппа в детстве, а Алла Виктория настырная с характером. Дай бог мне еще чуть-чуть пожить, чтобы увидеть, как они повзрослели», с грустью в голосе рассказывает он. Мартин – будущая надежда отечественного, а теперь и европейского футбола, увлекается спортом, а Алла Виктория – серфингом. Кому нужны эти скучные отечественные секции, когда есть европейские курорты с лучшими тренерами? «Дедушка добрый, он никогда не ругает, а папа может, если мы как-то провинимся», рассказывает Алла Виктория, добавляя, что семейные разногласия случаются чаще, чем хотелось бы. Мартин не стесняется подлить масло в огонь, отмечая, что у сестры самый вредный характер. Если она будет спорить, то она на своем до конца будет стоять, жалуется он, не забывая упомянуть, что сестра часто бывает несправедливой. Кстати, не менее удивительным для общественности является и отец Киркорова. Недавно Бедрос развелся со своей второй женой, с которой прожил в браке 26 лет. На съемке популярного шоу «Звезды сошлись» Киркоров-старший пришел с молодой спутницей, с которой он собирается строить семью. Все бы ничего, но сам Бедрос уже перешел в 90-летний рубеж, а все как конь молодой скачет. Ну что же, посмотрим, как в будущем удивят нас маленькие Киркоровы. Впрочем, когда папа-поп-король, можно позволить себе и европейское образование, и серфинг на лучших пляжах. Пожелаем же Бедросу крепкого здоровья, а Филиппу терпения и выдержки. А вы бы отправили детей учиться за границу, если бы такая возможность была.